Привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий и добро пожаловать на канал Аббатя на фрилансе. И сегодня я покажу, как настраивать рекламу и с чего вообще начать ВКонтакте. Самый простой способ для начинающих. Абсолютно кто не знает вообще, как это работает, где это включается. Хорошо, давайте продолжим сразу. Для начала, реклама отображается в левом углу нашей страницы. Если у вас такого нет, то для удобства можете просто нажать вот сюда, в правом верхнем углу на свое имя. Настройки нажимаем, переходим в настройки и меню сайта. Настроить отображение пунктов меню. Нажимаем сюда. И вот у нас появляется окошко основное. Мотаем вот сюда вниз, 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 вниз. И тут вот у нас отображается реклама. Просто ставим галочку и сохраняем. И все, переходим сюда и у нас тут отображается уже реклама. Все, просто кликаем на нее. Так, и вот у нас открылся рекламный кабинет. Для начала нам, конечно, нужно пополнить кошелечек. Пополнить кошелек ВКонтакте мы можем через ВКП, Киви, интернет кошельков и терминалы, конечно, оплаты. Также через Сбербанк и другие банки. Ну вот, к примеру, мы пополнили это все, как бы, деньгой. И теперь начинаем создавать объявление, которое будем рекламировать. Нажимаем вот сюда создать объявление. Ну и, конечно, для начала нам надо выбрать тип объявления, какой он будет. Вот, например, есть карусель. Она лучше подходит для какого-то товара. Да, лучше всего для товара. Универсальная. Вот, универсальная. Если не надо никуда подписываться на группу, а просто запись переходом куда-то на другой сайт или еще что-то. Реклама в историях. Ну, это работает только лучше всего на телефонах, на смартфонах. Потому что на компьютере немногие смотрят истории. Куба статистики. Ну, это реклама приложения, если вы создатель или разработчик. Это с кнопкой перехода или вступить в группу. Запись кнопкой, которая. Сбор заявок типа анкеты. Реклама сайта левого вообще. С переходом на сайт к вам для привлечения трафика. И реклама собственной страницы ВКонтакте. Также можно рекламироваться вот тут вот, получается, в левом углу. Будут рекламироваться такие квадратные окошки приложения, сообщества, внешний сайт. Ну, у некоторых это отключено, там, в плане всякие блокировщики рекламы. И поэтому не отображается так, что я не знаю, лучше не советую этим пользоваться. Вот, например, мы будем создавать универсальную запись, потому что она универсальна. Для увеличения более любого вообще формата людей. Все, кто увидит, увидят. И вот у нас тут такое вот. Можно создать запись с нуля абсолютно. Или можно выбрать существующую. Если нажмете выбрать существующую, просто надо вставить будет ссылку. То есть выбираем, например, что будем рекламировать. К примеру, вот эту запись. И URL ссылку отсюда копируем. Копируем. И вставляем. Ее открываем, проверяем. Как она у нас будет. Ага, вот так вот. И все. Нажимаем продолжить. Вот так она будет у нас отображаться. Ну и теперь переходим к мелким всяким настроечкам. Для начала нужно поставить возрастную маркировку. Если она вообще у вас существует. Так, далее выбираем шаблон, если у нас есть. Если вы первый раз, то у вас тут ничего не будет. Далее идет география. То есть тут ставим страну, в которой хотим рекламироваться. Сюда вводим город. Которым хотим рекламироваться. То есть можно сюда города не ставить, а поставить сюда за исключением каких городов, где рекламы точно не будет. То есть тут пропускаем, а сюда ставим, к примеру. И все. Но в основном лучше рекламируется вот тут. То есть у вас какие-нибудь услуги, или там товары, которые вы сами продаете в своем городе. Дальше у нас идет демография. То есть тут выбираем пол. Для кого будет реклама. Возраст. От скольки до скольки. И дни рождения, если вдруг вы рекламируете какие-нибудь подарки. Или что-нибудь к празднику. И семейное положение. Ну это которые вконтакте отображаются логично. Дальше у нас идут интересы. Можно подобрать автоматически. Можно подобрать автоматически, а можно самим ввести и добавить какие интересы и поведение. То есть, например, может, если что-то связанное с авто деталями какими-то, то вводите сюда авто, автомобили и так далее. Также можно ввести группу. То есть вот сюда вводите группу, в которой хотите рекламироваться. То есть, если, например, есть группа конкурентов, то можете ее сюда вставить. И тогда ваша реклама будет у них, у подписчиков той группы, высвечиваться в новостях. В новостях даже самой группы, да. Тут активность, то есть тут было просто сообщество, в котором сидят ваши там конкуренты и другие люди. А тут активность, где они проявляют. То есть в сообщество, где проявляется активность. Также можно указать вот эти вот добавления, типа слушают музыкантов каких-то там, приложения, сайты за исключением. Ну тоже так же, как и города, получается. Так, образование, работа, ну тут все понятно. То есть, для кого вы хотите создать рекламу, для обычных людей, для у кого есть высшее образование и так далее. Должности можно ввести даже. Для кого будет реклама, например, для барменов только, например, бокалы какие-нибудь, только для барменов и все. Так, это у нас по статистике. Так, вот. Далее нам понадобится время показа рекламы. То есть, если вы вот сюда ничего не ставите, то оно будет рекламироваться круглые сутки, 7 дней в неделю. Также можно поставить галочки, когда будет, например, реклама. Например, вот тут у нас оказывается неделя, а тут у нас оказывается 24 часа. То есть, например, с 6 утра до 8 вечера в понедельник. То есть, вот так вот время легко ставить. Мы, конечно, ничего не будем ставить, чтобы показывалось вообще круглые сутки. Конечно, можно поставить галочку «Учитывать праздники», но это не обязательно. Можете ее убрать, чтобы праздники не учитывались. Настройка цены. Если вы ставите автоматическую настройку цены, то ВКонтакте сам подберет вам идеальный ценник для вашей рекламы. А если, конечно, убрать, то будете выбирать вот тут вот между оплата за показы, есть оплата за показы за каждую тысячу, и оплата за переходы. То есть, либо вы платите за то, что к вам переходят в группу или страницу, либо платите просто за показы. Ну, вот, например, за переходы минимальная стоимость вообще там 30 рублей, по-моему, где сколько было. Ну, типа вы можете ставить любую цену за одного человека. А тут за каждую тысячу. За тысячу показов. Так, ну все понятно. Ну, сейчас вот эта новая функция появилась, автоматическое управление ценой. Ну, тут цель можно поставить перед собой либо максимум показов, либо максимум перевходов. Так, дальше. Дневной лимит. То есть, это лимит по вашему бюджету, который можно, ну, в день использовать, так сказать, в сутки. Зависит от времени, когда вы поставили. То есть, вот так вот. То есть, минимальное сто за сутки, а максимальное... Нету максимального просто. То есть, дальше идет настройка размещения, то есть, где будет показываться ваша реклама. Тут можно выбрать версию только для компьютеров или мобильные приложения. Можно поставить также все. То есть, все площадки. Вот тут ставим галочку, конечно, показывать также на стенах сообщества и показывать рекламные сети. То есть, и в новостях, и в сообществах. Дальше идет ограничение по показам. То есть, сколько раз на одного человека будет показов. В принципе, лучше всего ставить от трех до пяти. Самое актуальное. Ну, если хотите народ прям задолбать, то ставьте вообще десять и все. Ну, больше нет смысла вообще. Один маловато, два тоже. Смотря что вы рекламируете, опять же. Рекламную кампанию, конечно, создаем новую, так как у вас нет еще существующей. Тут пишем название вашей рекламной кампании. Я напишу пробное. Так, тут мы просто поставим. Вот так, минимальное. То есть, смотрите, тут сразу ставите дневной лимит и у вас тут справа есть окошечко целевая аудитория. То есть, у меня стоит вся страна, так сказать, целевая аудитория. Плюс вот за эти 100 рублей в день примерно мы будем получать от 8 до 11 тысяч показов. А, нет, 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 целевой аудитории человек. То есть, от 8 до 11 тысяч человек в сутки нас будут смотреть. Дальше идет показы, показы. То есть, от 17 до 23 тысяч показов будет. И наш бюджет 500-700 рублей. Но это указывается, сразу говорю, за неделю таких показов. То есть, это будет каждый день. А, нет, нет, нет. Это будет, получается, за всю неделю. То есть, с 8 до 11 тысяч человек, это нас за неделю посмотрит. Вот так вот. Дальше нажимаем «Создать объявление», если нас все устраивает. Так, и вот смотрите сразу. Тут у нас, получается, справа указано наше объявление, как оно будет выглядеть. Вот рекламная запись, 0+, и все такое. Слева у нас информация, которую мы указали. Тут у нас вот снизу ссылка сразу на рекламку. Можно будет кликнуть и посмотреть, как она выглядит. Чтобы начать показывать эту рекламу уже, просто запустить. Нажимаем и все. Нет проблем. Снизу у нас будет указана вот тут, смотрите, статистика. То есть, тут вот слева у нас указано, сколько человек будет смотреть. Потом идет сколько лайков, репостов и комментариев. Снизу идут вот эти мелкие, то есть, скрыли запись или перешли по ссылке. И все такое мелкое. Ну, а дальше у нас идет демография, пол, возраст, города и все такое. Вот так вот все просто. Спасибо за просмотр. Подпишитесь, пожалуйста, и поддержите лайком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!